добрый вечер уважаемые зрители добро пожаловать на канал мэйбиши меня зовут иван можно просто мэй мэйби я как вам удобнее добро пожаловать располагайтесь удобнее мы продолжаем наш цикл трансляции по великолепной франшизе metal gear solid на очереди у нас финальная часть по крайне мере так говорит сам козимо хотя он говорил уже как минимум раза два вот поэтому не будем доверять этому хитрому товарищу это уже у нас третья трансляция вот поэтому в принципе говорить больше нечего давайте начинать по ходу игры я расскажу вновь прибывшим на чем мы остановились и в общем то чем мы тут занимаемся и так игра честно говоря меня ну удивляет действительно удивляет своим миром потому что ну я бы не сказал бы что непривычно видеть metal gear в сэндбоксе в песочнице я думаю что ну рано или поздно это в любом случае случилось бы потому что масштабы игры ну блин она не может быть в принципе линейный ну то есть коридорный как это было это еще в snake eater нам сообщают что на серверах происходит обслуживание точнее будет 24 ноября но нам бояться нечего так давайте пропустим всю эту информацию еще в третьей части снайк гитар про все-таки проглядывалась что разработчики экспериментировали с открытым пространством вот разбитым на разные подзагрузочные зоны принципе то что я вижу в пятой части пока что мне нравится посмотрим как это будет вклеена сюжет мама я думаю что я не разочаруюсь потому что банально проходя скрытые дополнительные задания я их больше называю испытание потому что порой одну и ту же цель нам нужно достичь разными способами тогда продолжаем поэтому посмотрим но конечно визуальное исполнение звуковое да и принципе сам геймплей пока что так произошла ошибка джинси стоп нет режим сетевой нормально все так давайте посмотрим что у нас по ресурсам давно я не заглядывал так контейнер меня интересует на самом деле пулеметные доты ну не сами дот естественно сами пулемет и миномет а все это мы можем продавать то есть как я понял либо мы это можем использовать это вооружение на своей базе хотя не знаю наверное продавать пока нет смысла у нас 4 415 тысяч вполне вполне обалдеть 7 минометов ладно будем копить денежку давайте к заданиям так побочные что у нас эвакуация пленника есть сведения что пленник владеет ценными навыками это кстати действительно полезно потому что буквально только недавно мы приступили делать побочные задания на принципе до этого у нас их и не было мы выучили точнее наконец-то рекрутировали русского который может переводить на с русского на английский теперь мы можем допрашивать солдат так это основные миссии не давайте мы все-таки побочные глянем заблудши овечки отлично давайте начнем с пленника так невосточный пост связи давайте ладно легко ходить не будем выберем наше снаряжение и в общем-то в путь так астана оружие оставляем вспомогательное мы поменяем потестировал эту штуку пистолет пулемет с оглушающим патронами принципе прикольная штука фишка в том что у него настил пули практически как у настоящая свинцовой будете настрелять резиновыми и гораздо удобнее стрелять на более длинные дистанции вот и с первой же пули оглушает врага насколько долго не знаю но реально долго практически как усыпляет вот вопрос только в том точнее проблема только в том что очень быстро расходуются наш глушитель и в общем-то в этом главная проблема для нас самое важное это скрытность вот ну и конечно же все таки транквилизатором можно стали ли стрельнуть в тело в руку в ногу неважно куда так все на месте вот и в любом случае рано или поздно противник все-таки заснет а вот это неоспоримый плюс конечно же потому что резиновыми пулями такой фокус не получится здесь так и остается у нас так начать миссию идем вечером идем вечером всегда было интересно где второй пилот так ты это фонарик нет фонарь мы не будем одевать ни в коем случае посмотрим да здесь фонаря нету фонарь очень часто выдает наши позиции поэтому как удачно мы спрыгнули смотрите так ну что если я не ошибаюсь в этом лагере я еще ни разу не был так получилось ни разу мы с вами ходили давайте мы пройдем вдоль гор все-таки здесь все-таки здесь имеет значение позиционирование поэтому мы будем с вами занимать высоту так скиллов никаких нету такой злой вообще ужас здесь не все так просто аналисис комплект судя по всему здесь не так-то много народу так патруль и ушел давайте мы начнем потихонечку вырубать людей так и фукуруйте солдата способна переводить с русского языка мой вру то есть нам как минимум нужна какая-то тюрьма да сколько время 7 вечера да отлично значит у нас еще куча времени не можем спокойно всех врагов от фултонить на базу и смена караула будет еще не скоро поэтому в принципе вот это вот это трогать не нужно но если вдруг поднимется какой-то кипиш чем меньше народу на базе тем лучше поэтому это что такое поэтому давайте-ка мы всех этих ребят отправим небольшой отпуск а заодно новая погрузочная платформа пока что не знаю для чего она нужна ночью кстати действительно гораздо удобнее делать вылазки у нас просто ну не то чтобы впритык не видят но по крайней мере фултоны точно не видят поэтому это судя по всему туалет нет просто будка какая-то так все обратно лезем лезем наверх кстати даже не думал что что все эти пулеметы и минометы так дорого стоят то есть в принципе это равносильно найденному необработанному алмазу что на самом деле это круто то есть здесь можно здесь можно достаточно просто фармить деньги так спалились мы ребята отнесем их за уголок и тоже всех от фултоним принципе наверное это вовсе не обязательно защищать весь авампост но я в любом случае это сделаю достаточно большой лагерь поэтому явно что мы не с первого раза найдем нашего пленника так что лучше подготовить себе дорогу для отступления нам еще спасать бедную овечку так нет давайте обратно мы вершать обратно за залезем вдоль гор пойдем блин я забыл нет пулемет мы будем самым последним я боюсь что его заметит на солдат им так у него есть какой какая-то способность я думаю она стандартная типа оружейника либо предотвращение каких-либо проблем в отряде ну типичная что-то тип так это что там такой алмаз да он он алмаз неплохо и ресурсы отлично уберем все так насколько их минимум трое наверное да еще осталось возможно внутри еще кто-то ходит так а вы вышка связи так эти ребята здесь временно они рано или поздно отсюда уедут но шуметь конечно нам нежелательно теперь да если здесь есть вышка связи значит здесь есть какие-то разведданные надо будет это домик заглянуть так пока этого дядьку мы не фултоним стоп берем c4 так обычно солдат никаких умений у него нету это электрогенератор да но скорее всего вот в этих двух зданиях все эти вышки надо будет обязательно обезвредить станции связи да да действительно не так-то много здесь охранников всего четверо до четверо не считая двух которые приехали но да мы их не трогаем подождем когда они уедут попутно будем ставить заряды c4 мы можем последовательно их активировать что естественно огромный плюс поэтому можем пока что заминировать то что нам доступно то вот кстати говоря полевой радар да да ребята поехали очень очень вовремя между прочим поэтому берем алмазом ресурс ухты сто тысяч обалдеть обалдеть так минируем ну что да наверх я залезть не смогу так стоп нет здесь их не четверо здесь их больше нет надо сначала всех охранников с периметра снять сколько время 10 вечера еще время есть до смены караула нормально нормально сейчас зачистим берем ресурсы в принципе можем кстати говоря кого-нибудь допросить наверняка кто-то из солдат знает где содержится заключенный только меня вот этот парнишка напрягает он прямо на нас смотрит в принципе он не должен заметить нет не буду добраться слишком и на виду не увидел он не увидел отлично так ну что теперь нам надо вот охранника который был справа подсветить блин ей богу его и я его не вижу так принципе отсюда этих двоих я смогу спокойно снять вот только блин я прям под лампой но если они вот сейчас отлично у нас хороший шанс их на этого охранника никто не смотрит можем еще слив и снять пусть еще чуть-чуть пройдет вот так потом вот это так нам не говорят что вам пост взят значит значит действительно кто-то еще есть вот только где давайте лампой дул отключим а здесь он еще продолжение целое но суть то по всему тут тут никого нет что-то непонятно ведь он сюда подходил-то разговаривал минируем полевой радар а вон да 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 он услышал наши шаги поэтому давайте мы встретим его и вот этого никто не ожидал Взрываем. Чтобы они не смогли вызвать подкрепление. Ого, он типа раненый. Да, под конец, конечно, очень плохо. Очень грязно сыграли. Не думал, что он нас заметит под машиной. Уж больно низко я находился, но заметил. Это было крайне неожиданно. Так, ну ладно. А вам пост мы взяли. В принципе, учитывая, что это доп-миссия. Даже не доп-миссия, а побочная миссия. В общем-то, тут рейтинг не важен. Тут его и нет, в общем-то. Поэтому можем играть более агрессивно. Кстати говоря, надо скинуть припасы обязательно. Так, пусть сюда летят. Так, я не понял. А, это, судя по всему, тот охранник и проснулся, что ли? Ну да, его тут нету. Да, это он, видимо... Чё-то он как-то быстро проснулся. Так, радар уничтожен. Этот уничтожен. Так, стоп. Ещё... Да, вот этот остался. В принципе, мы можем его, по идее, гранатой так же уничтожить. Да. Так, миномёт. Всё, здесь мы всё зачистили. Чё-то непонятно. Где пленник-то? Так. Едут наши друзья. Надо их встретить. Пока. Да, вот этих... У этих ребят есть полевая рация, между прочим. Они могут связаться со штабом в любой момент. Иди сначала проверь. Так, а там ещё кто? А-а-а. Так. Сейчас, кстати говоря, может КП. Пытаться с ними связаться Так что надо быстрее действовать Стоп Обязательно глянем, что у нас в кузове Нет, ничего полезного тут нет Блин, а я еще здесь главный А я еще главный этим, как его Автоматом здесь пользовался, я даже его не заметил Я же мог его убить Стоп Да, что за листовка, плакат в смысле Угу, советский плакат, отлично, берем кассету Only time will tell you, окей У нас дождались, да Да, это кстати тоже плакат, его можно собрать Так, ну и что, мы его можем отфилтонить то Скорее всего нет, надо его на... А, нет, можем Все, здесь мы все зачистили Так, ну что, самое время Спасти овечку Так, это нам как А, да это по основной дороге В принципе мы можем сесть на машину Нет, лучше на лошадь Будет быстрее, да и удобнее в разы Начинается буря Интересно, а из зоны бури мы можем вообще выйти Или если она идет, то она идет на всей карте Ну, на всей доступной карте Вот судя по всему, да Да То есть Куда бы ты ни пошел Буря будет везде Я, честно говоря, ни черта не вижу Поэтому мы можем в любой момент вообще со скалы спрыгнуть Случайно, естественно Так, перейти у нас с авампост Надо брать левее В принципе можем и авампост взять Why not Да, авампост небольшой Тут должны быть ресурсы Давайте мы со фланга зайдем Так, ну Я уже начитал троих Да, четыре солдата Но они крайне неплотно расположены Поэтому Это не проблема будет Так Снэк, давай Что у них по скиллам-то? Да, ресурсы есть Есть миномет Напомню, это 9000 То есть, в принципе, отправляем его за 5 То есть 4000 профит Ну норм Так Стоп Вот этот, конечно Тебе надо сначала на вышке Уцепить Так, ждем пока он заснет А не буду отратить патроны Слишком мы далеко от солдат Возможно нам придется несколько раз по ним стрелять Поэтому Поэтому 16 дротиков может не хватить Так, а ты вообще засыпать-то собираешься? Ха-ха Конечно, собирается Так Вот этого Отлично Так, скинем припасы Конечно, глушители летят просто моментально Мгновенно, я бы сказал Продолжение следует... Так, ну и последнего Ребята, конечно, не шибко квалифицированные Но Пригодятся У нас уже Максимальный запас Во всех Исследовательских центрах Поэтому Свежая кровь нам понадобится Сразу же, когда мы Проапгрейдим нашу Материнскую базу Я думаю, это вопрос времени Только поэтому Лишние солдаты никогда не помешают Банально Чтобы только Повысить уровень То есть Тут даже Не в квалификации дела Лишняя кровь не помешает Так О, 12-го левела А как это так? 12-го-то У меня же 30 из 30 А, значит Солдат По навыкам Более способный попался Скорее всего Да Это прекрасно Давайте глянем Может быть Мы можем что-то Разблокировать Вообще Ну Это будет Конечно 110 тысяч Нет Пока Давайте Оставим Коробки Пока Нам вполне Хватает Вот Кстати Гранатомет Вещи полезные Я думаю Он может пригодиться Костюм Сольда Снэйка Ха-ха Ну Это Такой Чисто Фановый Нет Пока Ничего Особо Полезного Нет Я жду Когда у нас Будет 14 Левел Хочу Себя Обязательно Транквилизаторную Винтовку Снайперскую Как это Было В Снэйк Итер В третьей части Так Ее Кстати Можно Было Получить Только Лишь Если Мы Зенда Победили Бо Используя Только Транквилизатор И В Крыть Овцок Отбилась От Стада Изобрела В Указанный Район Да Здесь Район Такой Огромный И Овес Что-то Немало Как мне Понять Какая Нам Нужна Как Я Это Пойму Вообще По Идеи Нам Должны Написать Я Думаю Из Серий Да Вот Она Наша Овечка Так И Вторая А Нет Смотрите Круг Сузился Вроде Б Ладно Давайте Мы Зайдем В район Возможно Она Будет Какого-то Особого Окраса Нам Нам Искать И Не Придется Даже Экстракшн Ариф 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 Которая Отбилась От стада Изобрела В указанный район Миномет Миномет Что деревня Достаточно Большая Охрана Здесь Немного Солдатов Шесть Всего Будет Так Нам По идее Только Овцу Надо Эвакуировать Блин А как Ее Найду Она Она Может Где Угодно В этом Круге Не Обязательно Что Она Будет Прям В Центре Деревни Учитывая Что Овцы Дикие Они Людей Это Боятся Нет Наверное Надо Около Ходить Самой Деревни Наверное Хотя Блин Это Слишком Просто Было Бо Без Конфликтов Без Военных Стычек Всяких Смотрите Даже На Вам Поставь Никого Нету Обычно Ночью У Прожекторов Всегда Есть Кто Там Кто Готов Готов Помочь Так 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 Где То Я Слышал Как Овца Или Может Мне Показалось Ладно Давайте мы Наверное Зачистим Этот Зачистим Деревню И тогда Чтобы нам Было Проще Искать Овцу Тогда Заодно Вышку Связи Уничтожим Блин Ночь Шесть утра Через Час Пересменка Нет Это не Вариант Это не Вариант Это не Шесть Йитра Эémon Очистим Горита Горита Сам Ээээр Сам Раз Первые Йочные Парк Посыл Давайте, давайте, давайте Все туда Не буду второй раз стрелять, ждем Пусть сам заснет Пока сбегаем, вот этих ребят отправил Опа Сколько раз я тут бегал, но алмаза так и я не замечал Это кто меня запалил? Я не понял Вроде последний охранник Да, время еще есть До пересменки Нет, здесь кто-то еще есть Ну пока нам ни разу не сказали, что вам пост взят, значит... Значит, а вам пост еще не взят Ну, в смысле деревня Ну... Ну... Так, антенну здесь я только играл Гранаты смогу уничтожить Да блин, что же как-то он кидает ее, непонятно Вообще не понимаю, что за бред Что за бред Что за бред? Не очень... Не очень я понимаю, как работает бросок гранаты Показывает одну траекторию, в итоге летит совершенно по-другому Нам бы какого-нибудь специалиста по животным был бы вообще замечательно Я думаю, наверняка он бы нам подсказывал бы По поводу поимки Животных, ну-ка Я помню, вот здесь я по дороге бежал Здесь какие-то овцы были Но они тут всегда Они тут всегда Давайте Посмотрим Блин, только не буря Надо переждать Нет смысла идти искать, я ничего не вижу Ну-ка-то может быть этот маркер прям показывает где это овца потому что это не в центре а нет вообще центр круга он деревне да кто еще подобное задание мог заказать независимой армии я не могу понять а вон она точно ну так я надеюсь я успел в нее попасть нет все таки привет слэр добрый вечер нет все таки маркер действительно показывает направление направление куда надо идти да все вон отца овца уже спит то что все отходим вызываем вертолет и улетаем продолжим делать сюжетные задания так да все побочные тем более мы уже выполнили так стоп нет сначала припасы скинем подальше отойдем так опять какие-то проблемы на гудгейме невозможно так вот все давайте перейдем к списку основных заданий так информационная война уничтожьте советское оборудование связи чтобы не допустить отправки подкрепления между вам постами давайте послушаем инструктаж босс информационная война это не только сбор развед данных нужно еще наносить удары по коммуникации противника твоя задача нарушить связь между советскими вам постами если у тебя получится они не смогут вызывать подкрепление строго говоря об этом нас попросила одна организация помогающая арабским партизанам но нам и самим это пригодится в будущем внимательно изучи карту восточного пункта связи на своем андре отправляйся туда и уничтожь аппаратуру тот кто обладает информацией управляет ситуацией посмотри хотя бы на шифр удачи босс блин самое смешное что я только что это сделал в доп задания она сейчас попросит отправиться видимо вот сюда восточный центр связи в общем наверно тогда нам и проще будет сделать так миссия начинается отсюда да давайте глянем вертолет да в принципе мы здесь проскакать можем нет пока пролетит вертолет мы быстрее сами доедем так блин она тут не перепрыгнет ладно мы небольшой лайфхак применим а а и и и и и и и и и посмотрите кстати говоря до сих пор вот я так а и не изучил тут домишко у которого на крыше сверкает алмаз возможно это не алмаз возможно это не алмаз я пока еще в этом не разобрался так пропускаем на вертолете я специально не полетел потому что принципе мы можем много шума поднять ехать лететь то недалеко но как минимум два аванпоста мы проезжаем поэтому а щеночек попал на базу спрашивает слэр дара щеночек на базе от слотом его уже показал сказал что он очень милый сказал что за ним присмотрит пока мы тут по афганистану бегаем босс тебе нужно уничтожить советскую систему связи чтобы командира вам постов не могли прислать другу подкреплением отправляйся к восточному пункту связи уничтожить связной оборудование стой миллер оборудование уже уничтожено что все связной оборудование уже разрушено да все что ж босс вот друзья мои лайки босс и рейтинг с ну что класс дениска миллион добрый вечер смотрите какой прикол я вдоб задание в побочных точнее заданиях я просто сам решил уничтожить их и не выходя из сэнд бокса то есть не садясь в вертолет и там просто идет под загрузкой получается как бы миссия закончена но я этого не сделал поэтому игра посчитала что миссия выполнена вот этого не ожидал никто кстати даже я честно но при этом нам 100 тысяч дали вообще обалденно конечно сделала и я в том плане что все продумал но цать на самом деле это и хорошо потому что мы сейчас увидим дополнительные задания потому что изначально они под знаком вопроса поэтому нам сейчас будет гораздо проще так две кассеты нам дали создан отряд развития базы да ладно благодаря тебе наша армия растет очень быстро босс я бы даже сказал что тут становится тесновато если ты хочешь привести новых людей придется расширить базу для этого я сформировал отряд развития базу он займется обработкой материалов и строительством платформ начнем с обработки материалов отряд развития базы регулярно добывают определенное количество ресурсов это количество зависит от уровня эти материалы сложены в контейнеры хранятся на палубе главной базы только обработка материалов завершается их можно использовать если мы будем строить из этих материалов новой платформы то сможем увеличить максимальную численность наших сил с обработкой материалов мы разберемся но я хочу чтобы что именно ты принимал решение о строительстве платформ как только у нас будет необходимое количество джинги и материалов сможешь отдать приказ то строительстве с помощью айдроида круто обалдеть я не думаю что так скоро уже мы сможем расширить нашу базу но согласитесь это самая коронная самая эпичная миссия причем это все все продумали что даже миллион горит подожди миллер ведь станция связи уже уничтожен только правда окей босс мы получили неофициальный заказ из ленгли мы должны найти новейшую американскую разработку которая пропала в горах афганистана задание сложное но по моему ты уже готов к нему загляни в айдроид за деталями что-то я не понял так постройте больше платформ численности на горе нескольких отрядов достигла благо благо сейчас построим а то есть нас прям нас силком до заставляет у нас появилась новый отсек точнее новая платформа отряд развития базы латом договать и в руководство зайдем вообще конечно я очень жду платформу медицинского отсека ну или как так он называется это нам очень поможет в развитии нелетального оружия разных гаджетов это действительно очень крутая штука очень мощная особенно усыпляющие гранаты это вообще эпик просто будет так ладно не понимаю стоп какой-то странный интерфейс если честно главная платформа она золочена младшие металлы тысячи требуется почему не показано сколько у нас есть у нас явно больше тысячи на я уже даже выйти отсюда не могу а может быть это просто по сюжету мы нам пока еще не дают возможность наверно да руководство функционерами базы ну ладно окей что-то я не да 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 у нас всего будет еще три платформы ой вру 4 и того всего 7 платформ я думаю что же сейчас более полезно выучить платформа с объектами отдела развития база осуществляющего регулярной поставки материалов по мере роста численности персонала и повышение уровня отдела увеличиваются объемы добычи добычи видимо тех ресурсов то есть если я отправляю миномет который обходится на 5000 что мы можем видимо перепродать за 9 то есть 4000 профит то есть это грубо говоря обработка то есть ну мы с тех же ресурсов будем больше получать что ли я не понимаю ладно поскольку у нас это новая база нет давайте научно-исследовательскую платформу это число баллов до 40 а все я понял так два часа строится надо 54 минуты да принципе мы можем проапгрейдить основные наши так горючие ресурсы нет платформа поддержки давайте наверное все таки или или нет а здесь биометалл обычные металлы там нужны да отлично мы сейчас все мы сейчас все поставим просто на язычах отлично по часу нормально нормально так вернемся к нашей миссии только вот хочу я подальше от дороги отойти это откуда столько аудиокассета афганистан сегодня так ладно это все друзья мои мы потом вас послушаем почитаем новые побочные задания эвакуация пленника пока фиг с ней кстати а где она будет происходить то шагу кай колит очень нет ничего себе тут стоп надо вот так вот а то интерфейс прозрачный я не вижу нифига оборудование восточного пункта связи найдено как я могу найти если здесь зону за а стоп у нас сейчас вообще что у нас как активно какое-то задание судя по всему да так оборудование вас да 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 видите у нас просят сюда надо его взять сначала принять так карта обновлено берем миссию сейчас надо посмотреть какие основные нам нужны материалы для для апгрейда основной базы младший металл и горючие ресурсы так присядем так да смотрите там мы можем двух человек эвакуировать у одного будет спасатель умения у другого оружейник но кстати говоря оружейник то у меня уже есть оборудование восточного пункта связи найдено что за папочки непонятно так оборудование восточного пункта связи ok возле восточного пункта связи захвачены алмазы из деревни виаллу виаллу сейчас посмотрим с восточного пункта связи вывезен контейнер с материалами так деревню виалова посмотрите где сейчас блин почему они просто на не влазит понятно с восточного пункта связи так ну какой-то контейнер я кстати говоря уже находил вот тут ресурсы помечены почему ладно на в любом случае надо идти сюда блин конечно хреново что надо вечером идти но на рейтинг это крайне плохо скажется нехило так покурил то пронесло потому что когда мы стояли ждали это плохо скажется на рейтинге миссии как я понял рейтинг также влияет на получение дополнительных денег ну и плюс поднятие самооценки и всего остального но вы понимаете я думаю прекрасно понимаете так тут два еще пленника каких-то а где деревушка виала какая-то да они говорили а вот в этой деревне еще какие-то два пленника ну замечательно с деревни вялое кроме блин нет но это что-то через шуру это реально через шуру пылесос я чуть не было он тут один что ли прокиньте его эвакуировать когда он спит все перестал храпеть почему я не могу взять то уже он по идее должен был заснуть не ладно пусть пить не будем будить все он просто не сразу уснул просто не сразу с ну вообще странно я могу голову выстрел какая-то лошадь дождешься оборудоваться экстрактон а время уже два ночи обалдеть 5 часов до пересменки я не могу понять наверно так будет лучшим пищела до днем пойдем от охранников можно спрятаться принципе это не сложно вот так вот они подумают что это просто дикий мустанг дикая лошадь как удобнее но поскольку здесь алмазы я сюда блин они вот сейчас меня палить будут за километр просто жалко что находясь внутри сэндбокса нельзя выбрать когда начать задание то есть ты просто подходишь и берешь его и какое у тебя основное основное время в игре то соответственно ты потом и продолжаешь я не могу понять можно ли как-то остановить сны к чтобы он перестал курить эту сигару потому что ну реально очень очень много времени проходит около даже не знаю ну 12 часов до отматывается это не есть будет слишком много нам надо хотя бы чтобы участков чтобы участков 6 было очень вечером простить а прогресс был сохранен окей так в окошко могу могу ну давай давай так но где-то прикольно кстати маску лошади мне нравится защитная прикольного сделала наверняка это действительно такие есть экстракция вайф т.м. отм. 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 так тут какие-то ребята отдыхающие видимо туристы в горах они меня запалили это обычные солдаты но у них есть переносная рация все давайте мы наверное слезем не хочу я заново попасться хотя не факт что они здесь будут каждый раз игра генерирует новые события да судя по всему теперь их нет нет я был не прав я был не прав смотрите да вот конечно под нем очень невыгодно очень невыгодно и си но вроде не спалили вроде не спалили нет не вообще невыгодно так полынь да растет давайте соберем говорят о 40 что-то забавное есть да слэр смотри мы можем врагов привлекать а вот это что я видел в трейлерах мы можем прокачать нашу бионическую руку чтобы она летала примерно как в мультсериале гриндайзер то есть ты понимаешь о чем я ну я думаю ты понимаешь то есть она примерно как ракета у нас вылетает и мы и можем еще при этом управлять ну то есть такой прикол от кодзимы в общем-то это вполне ожидаемо не очень я понимаю что значит оборудование восточного пункта связи найдено а вот на рабочая то есть именно по основной миссии когда мы его найдем она у нас автоматом выполнится за километр нас видят не но она и понятно конечно я думаю достаточно вполне а а вот эта фишка это то есть мы протезом крутим вот и так это все что такое тут радар есть нет это просто какая-то установка а это привлекает врагов то есть мы можем стоять гейм за стенкой так вот пощелкать рукой и он враги на это реагируют мол так и чуть там нам к садись на какие-то не обработаны алмазы знаете да но они блин погрузочная площадка вообще не должна была сохраниться да да вот она зона доставки почему нас тут ты его не берет не понимаю то не она видимо так ну радар то уже уничтожен о мы сейчас этим воспользуемся ребята вообще ни черта не видят забавно вряд ли мы сейчас можем эвакуировать 40 процентов до вовремя они кстати говоря уехали потому что они могли заметить спящих охранников так ладно через какое-то время он заснёт надеюсь их не заметят нет заметили надо уходить тогда ну ладно главное что что тревоги нет это самое главное так этот парнишка тут гуляет давайте мы а они его нашли да ты е-мое что заглушить это такое на три выстрела бля нет это ребята чушь это называется чушь отмена задания нахер нет это бред мы сейчас и штаба пойдем туда вызываем вертолет и очень жаль что прям здесь очень жаль что нельзя нет время то можно конечно мы можем поставить покурить но я не понимаю как отменить потому что он 12 часов вы слишком много но надо идти где-то часиков 6 примерно когда уже темнеет сейчас прилетит вертолет и уничтожит эту машину еще при этом при всем притом маловероятно кашу ну ничего когда у нас будет снайперская винтовка с транквилизаторами я надеюсь там также будет глушитель нам конечно попроще будет играть очень быстро слетает и очень быстро слетает глушитель и а и и и и и и и и и да еще нам надо пленников двух спасти абсолютно из другой деревни это конечно это будет нелегко это будет нелегко что за награда монетка да давайте возьмем этом вырать не будем точить какой-то непонятно так у нас прогресс я хочу насчет снайперки посмотреть судя по всему глушитель здесь недоступен блин это плохо ладно разберемся так база строится до база строится отлично так смотрите у нас два дропа дату здесь и здесь но здесь у нас заметят сразу же так второй левел винтовка си 4 странно почему они могли это сделать когда мы уже в афганистане находимся почему они не могли вот этого сделать ну или хотя просто отменить как-то сигару не знаю может как-то можно я не я не понял да и с другой стороны даже если можно было бы не 12 часов там покуривать гораздо меньше один фиг время идет это влияет на рейс сначала я думаю все таки мы отправимся спасать заложников вот сюда вообще на самом деле разницы нет никакой абсолютно что так что тогда они давать по основной миссии сначала по основной миссии пройдемся деревню это мы уже наизусть знаем так что я не думаю там что какие-то проблемы будут как так 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 блин как же круто это придумано и кстати сам об этом не знал до поры до времени почему-то их не смущает что лошадь какой-то боевой амуниции ну типа ладно чё подумаешь так еще нужно немножко проехать сверху и надо слазить наши ребятки акробаты так давайте попробуем их да господи да все у него в порядке не волнуйся блин машина едет а нет она на аванпост приехала они все таки все таки нет она наоборот она наоборот отъезжала даже не машину это даже не машина была так но что не видно что это антенна что ли блин странные вы ребята так других не вижу ладно где-то здесь должны быть алмазы надеюсь это именно те которые я уже собрал вряд ли они конечно еще раз попадутся в общем надо придется поискать их где-то они должны быть но обновляй но обновляй видимо надо ближе подойти не хочет набавлять статус миссии вот тут вот я вот кстати говоря не смотрел да 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 потому что эти контейнеры подымать не могу я сюда даже и не пошел ну типа чё время терять но но там можем могут быть какие-то но алмазы точно могут быть может так даже тоже нашли просто ни с того ни с сего за голову зашли а там бац и на сто тысяч вкусняшки так радар уничтожен это видим она совсем уже то есть это нам позволяет на полевой радар при при уничтожении полевого радара мы можем вызывать вертолет непосредственно вот непосредственно близости вот этого радара так это что такое это машина едет или это лето project project а это прожектор да вот видите смотрите когда и не заметил вот в чем в чем огромное преимущество оборудование какое-то это наверное именно сами радиоприемники мы тут и кстати находили в чем огромное и 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 машины вышел который но и все в принципе туда тут их всего четверо тогда была миссия у нас побочная по спасению пленника пленника естественно кто-то был кто-то должен был охранять сейчас я думаю уже охрана как такого нету кстати если мы вырубим они это заметят на принципе нет не должны наверное должны нет все таки здесь можно было забраться да и вот тут будут алмазы стопудово лично я бы сюда бы и положил но дальше-то я уже не залезу слишком высоко так все ребята уехали вот по одному андротику пока мы будем бегать они потом и заснут вот вот этим в голову а вот этих усыпем в тело выстрелю можно и голову все ждем так смотрите нам не говорят что вам пас захвачен значит значит кто-то еще есть вот кстати оборудование связи так так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... До смены караула, поэтому... Можно вообще не париться... Самое главное успеть их эллипирует до того момента, когда приедет машина... Блин, мисклик... Так, припасы пока брать не будем... Продолжение следует... Ну, вроде бы все... Так, что там еще? Из восточного пункта связи вывезен контейнер с материалами... Я думаю, что имеется в виду именно контейнер, в прямом смысле контейнер, то есть не маленький, а вот этот... Но я не могу его вывести, у меня банально не прокачан фултон, нам надо апнуть базу... Кстати, насчет апа... 17 минут, да? Ну, ждать, блин... Ну, тут, кстати, вот насчет этого я и не подумал... Ну, вот же оборудование тут... Нет? Нет, ребята, это не начнет... Не, нормально вообще, конечно... Я уже сто раз на него посмотрел, и только когда я навел оружие на него... Захвачены необработанные алмазы... И контейнер... Нет, скорее всего... С контейнером нам придется подождать... Ну, по-другому не получится просто его вывезти-то... Надо фултоны вкачать, тогда да... Так, а если бы я антенну взорвал, что это нам дало бы? Где здесь алмазы, кто знает... Где здесь алмазы, кто знает... Вот тут, я помню, лежал алмаз с ресурсами, но... Мы его уже взяли... Никакого отношения к миссии он, по идее, наверное, не должен иметь... Так, стоп... С-4 берем... Блин, машина едет... Это че я взял? А, патроны? Где же у необработанные алмазы-то, а? Не, ну здесь вроде я все посмотрел... А-а-а, красавчик, ты у нас один приехал... О-о-о, вот это очень зря... В Афгане-то опасно одному ходить... Так, а это как заминировать банал? Нам надо... А, вот, можно забраться... Класс, Снэйк, ты молодец... Ты красава, правда... Вот так... Так, может быть, здесь алмаз где-то будет... Вообще обычно... А, кстати, да, насчет плакатов... Два я нашел... Мы их уже собрали... Кстати, давайте проверим, собрал ли... Да, плакатов нет... Так, пока они... Да, ну, скорее всего... Да, вот это контейнеры они имеют в виду, но... Не получится, надо ждать... Пока прокачается база... Народу-то у нас полно для... Того, чтобы они в новых комплексах стали работать... Но надо подождать немножко... Один фиг, пока мы будем спасать наших... Заключенных... Немало времени пройдет, пока мы до туда просто доедем, банально... Так... Алмазы могут быть, кстати, и здесь где-то, но в горах, потому что... Каждый раз, когда нас просили найти алмазы, они где-то... Ну, то есть, они не лежат просто на виду, они где-то спрятаны... Чаще всего это где-то, ну, в горах... То есть, в плохо доступных местах... Так, какие-то антенны вообще... Что это, зонт? Уже на всех погубит... Ждать надо, пока работает игра... Ха-ха-ха... Да ладно, серьезно? То есть, я не могу выйти в оффлайн, да? То есть, в оффлайне она качаться не будет, что ли? Да ладно, не, ну, окей... Ничего страшного, 10 минут, фигня... Ладно, будем знать, что здесь какой-то есть закуточек... Предлагаю вот здесь, вот, вниз спуститься, порыскать... Вот тут они... Да они где угодно могут лежать, на самом деле... Мы их находили в таких... Всегда находим их в таких интересных местах... Ну, в принципе, это еще авампост... Но маловероятно... Блин, я уже на автомате, на самом деле... Ха-ха, я уже серьезно на автомате... А вдруг... Тут нету? Нет... Нет, тут нет. Нет, тоже нет... Нет... Ура... Так, плакат И вот это очень интересно Заборчик такой вот понастроили Вот этот вот Что это? Так, ну это укрепление какое-то Тут ничего нет Круто Аронакс, добрый вечер Добро пожаловать, дружище Делаем мы четвертую миссию Основное задание уже сделали Пытаемся дополнительные Выполнить Нам нужно эвакуировать контейнер Но пока я этого сделать не могу Потому что У нас не вкачаны фултоны Для поднятия тяжелых грузов Ну то есть вкачаны Только первый левел И нужно найти необработанные алмазы Честно говоря, понятия не имею Где они могут быть Я так все обижал Ничего не видно Но скорее всего Они где-то вот там вот В горах Заныканы Но не факт Не факт Они могут где угодно лежать В помещении В здании Давайте мы, наверное, пойдем Все-таки Заложнику спасем И потом Если сможем прокачать фултоны Вернемся сюда Вернемся сюда Так, интересно А вот когда мы алмазы находим Нет Когда находим алмазы Они на карте не отмечаются Не, ну они реально могут быть где угодно Я смотрю У тебя винтовка какая-то за спиной Да Это Снайперская винтовка Самая первая Я ее, кстати говоря Не выучил Я ее просто Подобрал с трупа И Игра эта запомнила Теперь мы можем ее использовать Я хочу на нее Вкачать Ну, апдейт Апгрейд Который Позволит нам Стрелять из нее Транквилизаторами Да, слайпер Песчаная буря Здесь офигенно выглядит Вообще Очень шикарно Тут, правда Ну, плохо заметно Потому что я забежал В здание Но в целом Поверь мне Визуальная составляющая Здесь просто Изумительная Серьезно Прям так Здесь нам нужно Спасти Двух заложников А вы пока погуглите Посмотрите Где Необработанный Алмаз Находится В этого А вам А вам Босте Восточный Бост связи Он называется О Гром Гром Это по-моему Гром По-моему Это Что Я понял Я понял то есть доп задание нам сначала спасти заложников из деревушки а потом уже идти непосредственно в сам лагерь потому что мы когда вы из нее выходим до мишина комплект но я кстати я принципе думал об этом досмотрите время 26 минут все-таки за время до как в ground zero с очень важно делать все быстро чтобы получить хороший рейтинг награда за задание награда за эффективность спасенные животные даже за них деньги дают заряд батарей чего что за заряд батарея понятия не имею что это моя фантазия подключается он хил да кстати говоря во второй части самый хило когда мы приходили в этот городишко самый первый уровень очень похоже да визуальном чем-то тоже напоминает так ладно в общем нам надо тогда нам надо прокачать футон и только тогда мы сможем пойти туда опять каких-то бомжей по набрали bcbc ну ладно фиг с ними а что это у нас горит такой я не понимаю что это эвакуация переводчика пушту нам почему-то навязал какую-то миссию непонятно и вы курите блин к способам переводить с языка пушу пушту а это побочная это побочная ребят 2 стоп а почему я же уже был уже под номером 2 а нет вру ведь они первое второе задание 27 да кстати давайте мы реально это сделаем тогда будем делать пока по бочку потому что сколько нам еще до апгрейда 3 минуты ну да я думаю давайте тогда сгоняем вот вопрос только здесь то я проеду 4 сомневаюсь если честно придется нам ехать в объезд гора какие на пробовать не пробуют сладовать попробуем ой ну прости я же я же не специально задавила тебя блин неужели вот в объезд придется опа а вот они вот алмаз то а нет ну это извините меня это я ты явно не хотя может это имелось ввиду да нет зон на задание гораздо меньше чем этот алмаз здесь находится это не он ладно вес не будем трогать надо подумать как нам забраться наверх честно говоря не хочу я ехать в обход правда лень этим заниматься но походу придется до либо на вертолете так ладно давайте мы посмотрим но это только первая платформа нам еще до как только они прогресса мы заново пересортируем наших сотрудников потому что сколько там в комнате ожидания сложно даже сказать сколько их много полин даже же все времени туда жмяку так стоп заряд батареи мне кажется это заряд его айдроида и он может сесть да ладно правда что ты тут не видел никаких зарядок все все проапгрейдилась отлично так значит идем управление персоналом используем авто сортировку так вот видите 12 лэвл не знаю поможет ли нам это прокачать фунту посмотрим хрен тебе нельзя пока что еще тем более уже логистик мне вообще его 0 18 лэвл у меня 13 и 16 поддержка у меня 14 до то есть по бочку по контейнеру мы сделаем явно не очень нескоро очень нескоро ну и больно хотелось ну впрочем как и все остальное да так что по костюмам 12 научно-исследовательское подразделение а я уже могу выучить меня только нету горючих ресурсов стоп зачем я это сделал гугли-гугли нет подсказок видимо карту никто не делал еще ну ладно будем искать тогда там понимаешь зона задания она принципе небольшая мы и все обижим тогда один фиг это будет не сейчас потому что у нас нет возможности вывести контейнер чтобы выполнить доп задание поэтому нет смысла переигрывать ради одного ради одного алмаза потом тогда так разведка нам нужно до ради одного алмаза короче не будем тогда вообще переживать по этому поводу так ловушка нет ловушка не знаю зачем она не будем тратить ресурсы нафиг так с минами нет проще сразу посмотреть то что мы можем выучить чтобы так все летально летание нет принципе мы можем уже что-то выучить просто у нас нет ресурсов и здесь это никак не отобразится дастки надо лучше так смотреть так у нас смотрите какой-то новый получился так можем оборудовать пистолет летальными патронами то есть патронами обычный наборков уборков пятнадцатый левел до щипа 0 все какой страшный звук был блин я же только что у вас зачистил всех только что я вас зачистил его опять здесь так могу залезть я здесь мол вообще конечно сны кто-то может потянуться просто это нельзя сделать все разработчики решили что надо ехать в обход ладно будем ехать в обход окей а есть вертолет вызвать да тем более ну давайте тогда здесь пусть сядет придется облететь нам блин как же красиво обалдеть любое оружие может стрелять снотворным нет 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 только то только то оружие которое задумано как-то мог заметить у нас много пустых ячейк для этого нам надо находить рецепты точнее рецепты господи чертежи чертежи они есть на каждой миссии в основном у людей ну да то есть у людей да у людей есть но надо их находить эвакуировать вот смотри вот миссия за оградой да то есть нам доступен бионик и чертеж on arc то есть это какое-то оружие и новый скилл здесь дипломат быстро перезарядка и крепкий парень здесь оружейник дробовики у нас уже он есть и спасатель вот спасатель не знаю а стоп а я могу сейчас перелететь туда нет еще сяду мы полетим обратно в штаб нет не получится ладно давайте лучше через лобби игры тогда высадимся я не могу управлять не могу да просто в миссия заканчиваются не могу управлять вообще странно почему нам уже попадаются миссии с дополнительными вариантами прохождения которые мы физически на данном этапе выполнить вообще никак не можем зачем нам давать непонятно ну наверно что потом мы вернулись когда-нибудь вот задание по переводчикам конечно делать надо потому что нам это очень это вообще что такое а это это у нас на базе надо сделать за это нам дадут денежку но можно выполнить принципе но 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 или нет давайте мы сначала вот этого чувачка спасем и лендинг зон давай сюда а и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, возможно, у него есть какой-то скилл... Да, скорее всего, их тут сколько, трое? Так, минометы, трава, мурава... Ага, вот еще один... Так, ну что, я не знаю, тут-то есть кто... Ладно, давайте начнем с вышки... Так, это мы выстрелим... Где-нибудь в туловище... Чтобы он не сразу уснул... Да, в принципе, им всем, чтобы они не сразу уснули... А-а-а... Просто тайминг шикарный... Вот только... Вот только кто-то тут еще, походу, есть... Да-да-да, тут еще есть... Нам не сообщили, что... А вам пост захвачен? Так, не вздумай будить его... Отлично... Изи, вообще изи... Главное тайминг рассчитать... Я, честно говоря, не знаю, через сколько они засыпают... Потому что... Ну, в зависимости от точки, куда вы... Сейчас, сейчас поможем, не волнуйся... В зависимости от того, куда вы попадаете трактилизатором... Скорость его действия всегда разная... В голову моментальная... Ох, сейчас мы тут поживимся... Отлично... Почему я прожектора не могу отправлять на базу? Мне пригодились бы прожектора... Там как-нибудь красиво бы сделали бы... Такую подсветку, знаете... Блин, да запарил светить... В голову смертельно шею моментально... Да не, на самом деле-то... В голову всегда не смертельно... В голову всегда не смертельно... Знали бы мои... Будущие рекруты, как я с ними обращаюсь... Так... Он тоже... Поддержит это... Надоело семенячиться... Будем швырять их... Так... Ну и все... А минометов больше нет... Так... Что у нас по побочкам? Что-нибудь поближе-то есть? Нет, далеко... Эвакуация пленника... Шага калии... Мы тут, кстати, были уже однажды... А... Да-да-да-да-да-да-да-да... Мы тут командира убивали... Нет, давайте, наверное, мы на базу полетим... Я думаю, что это правильное решение... Сделаем по бочке и пойдем по миссии... Ну, по основным миссиям, я имею в виду... Это же русский... Ну да... Вау, вау, вау... Вау, вау, вау... Полегче, полегче... Экстракция приезжала на базе... Это что такое? Стоп, нет, я хочу на это посмотреть... А, это дорога... Это отбойник дороги, что ли, я не понял... Или это... Или это здание какое-то... А, ну да-да-да-да... Это отбойник... Ну... Ограждение... Почитал я насчет... Мультиплеера в игре... Оказывается, он доступен только на консолях... К сожалению... Канами обещает в скором времени... В скором времени допилить и на ПК... Посмотрим... Может быть, вообще не откажутся от этой идеи... Посмотрим... Ну, честно говоря, даже не представляю, что там... Ну... Как он выглядит... Он называется Metal Gear Online... Режим... Так... Ну... Ладно, давайте... По часовой стрелке пойдем... Будем делать... Кстати говоря, заодно и... Прилетим на базу... Возможно, слот нам скажет... Ты молодец... Ты построил новую базу... Тра-та-та... Да... Естественно, какая-то кассцена будет, конечно же... Ай-ты-ха... Ты это видел? Это и есть настоящая дисциплина... Он выполняет приказы, как любой другой Diamond Dogs... Нет-нет-нет... На место! Ну, Diamond Dogs имеется в виду бриллиантовые псы... Но мы будем называть Diamond Dogs или Диди, да... Диди, пошел! Ха-ха-ха... Блин, как же круто! Супер! Ну... Ты чего? Ну, может быть, не сейчас... Но скоро! Скоро! Ха-ха-ха-ха... Круто! Блин, а... Просто... О, смотрите, здесь даже есть специальные автомобили, чтобы мы могли... Доехать до другого корпуса... Нифига себе, это они такие огромные! Обалдеть! Обалдеть, ребят! Так, надо принять побочку... Не за что! Так, нам надо вниз спуститься... Ой, блин, 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 ну, нет... Или нет, стоп! А, стоп! Подожди! Я на какой платформе-то вообще? А-а-а! Я-то думал, что он сразу на эту платформу прилетит! Ну, ну, куда я выбрал? Оказывается, нет, на основную! Они просто, ну... Я думал, одинаковые... Не, нифига! Понятно! Кстати, приятная физика в игре! Кстати, очень популярны вот эти машины... Вообще во всей Америке, у обычного гражданского населения... Особенно, кто занимается... Ну, фермерством, у вас частные дома... Ну, не мегаполис, я имею ввиду... Это я еду так на работу... С такой физиономией... Ну, куда ты? Так, давай, снэк! Смешно, да! Ну, что, мы приехали? Стоп! А нам разве глаз отстрелил не тот самый? Да! Глаз нам в третьей части отстрелил ослот, да! Но случайно! И... Он его не пули, а пороховыми газами... То есть, давление большое... Образовывается при выстреле... Кстати, убить можно, на самом деле... То есть, ну, обычным холостым патроном, если вплотную в лесу, можно, в принципе, убить... Ну, либо какую-то очень серьезную травму нанести, как минимум... Он просто любит свою работу и свою машину... Да, конечно, он все любит... Да и я люблю тоже, мне нравится... То, чем мы занимаемся... Вот только... В принципе, вам вроде правильно идет... Нет, неправильно... Еще выше надо подняться... Вот это интересно, это зачем нам? Я даже не знал, что мы это умеем делать... И что так? Ну, а на эту трубу не можешь залезть, что ли? Нет, стоп! Обязан! Снейк, ты обязан уметь! Нет, ну, должен же быть какой-то лифт... Кто так строит-то без... Так... Так и свалиться-то недолго... А, вон... Не та лестница... Блин, походу денег на лифт не хватило... Или я просто... Я... Я вообще как-то пошел как-то по-идиотски, по-моему... Эээ... Бриллиант! Давай-давай, Снейк! Трейджи Хантер! Прям как Скрудж Магдак бегают... Так, а я тут не пройду... А, нет! О, да! Кто же здесь бриллиантик-то бросил, а? Блин, да как наверх-то подняться! Да, вот что значит, Снейк! Пока ты там воюешь, тут тебе платформу строят только вот... Как на самый верх подняться, никто не знает, видимо... Ну, окей, да, это в моем стиле, потупись... Интересно, а это для чего такая огромная? Сэр, да, сэр! Так, бывой дух подняли пацанам, отлично! Так, вы знаете, чего тут не хватает, ребят? Макдональдса здесь не хватает! Поскольку Макдональдс на каждой станции метро, он вообще везде! Он просто везде! Вот сюда здесь надо, здесь, Макдональдс запилить! А, мои бриллиантики любимые! Довы, мои хорошие! Офигеть! Такой огромный комплекс! Кстати говоря, вспоминая Биг Шелл, например, тут же, там, конечно, поменьше... Поменьше размагивал... Но это, наверное, и не он! Я уже так не вспомню, если честно! Ну что, давайте пройдем! Так, тренировочная стрельба... Ну давай, ладно, окей, берем! Где мой пистолет-то? Ну и что делать-то? Так, еще один бриллиант внизу! А где мишень-то, я не понимаю! Или нам надо бегать по... Нам надо бегать по... 35, да вы издеваетесь, что ли? По всей, видимо, базе надо бегать... И как я эти мишени-то найду? Ты что за... Что это за задание-то дебильное? Я пойду лучше бриллиантики соберу! Блин! Блин! Они еще такие неприметные, я честно признаюсь... Мишени... Но они сливаются с интерьером базы... Угу... Это, судя по всему, наши минометы, которые мы... Забирали... Так, а тут их нету? Мишени... Да, найди мне, пожалуйста, мишени... Нет, видимо, мы должны просто рандомно бегать по всей базе и... И стрелять по ним... Там, где мы их найдем... Так... Только я почему-то алмазы сплошные нахожу... А вообще нет, давайте слезем здесь... Да... Балбесина, отойди! Ну, я боюсь, что мы не успеем... Я слишком много времени потратил, пока я вообще понял, что нам надо делать... Это, видимо, задание... Вообще сделано только для того, чтобы... Лучше понять, как устроена база... Ну, то есть, где что находится... Только вопрос, зачем нам об этом знать? Да... Баллоны какие-то... Ладно, прыгаем... Хм... Тэм... Странное задание, серьезно. Еще генератор зачем-то дают выключить на своей же базе. Так, нет, отсюда я пришел. Сколько? 18 собрали, да? Ну, надо наверх. Подниматься. Основные, видимо, наверху, скорее всего. Конечно, с маркерами надо было это делать. Чтобы один раз прошел и забыл про все это. Так. Снегатор 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 Хорошка. Просто ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. за своего сойдем но блин малыш хороший пес ладно давайте мы попробуем еще разочек господи нет что-то я передумал пробовать его давайте один раз еще сделаем не найдем так не найдем так машина где машину мне карету где чужми бегом что бежать интересно я могу на крюк запрыгнуть пса тренируешь до вам давайте тогда на изгоня или может нафиг они в жопу эти побочные задания реально потом сделаем когда хотя они чего не дают то нам деньги только но вот какие-то дают плюшки на это деньги на хотя не факт так задание могу машина нету она там осталось он на той вышке и и нету это вообще конечно файл реально представьте что этот мафия 3 на самом деле я кодзима прекрасно понимаю почему он сделал именно так то есть не какими-то да быстрыми перемещениями а что мы должны именно ездить чтобы мы прониклись но атмосфера этой то есть насколько грандиозно все это здесь все эти сооружения прочувствовать что это все по-настоящему а не просто понарошку не просто так чтобы было тачку зафолтонить можно да да аранакс можно но мы пока еще не выучили такую возможность нам надо я будет прокачать так ничего себе здесь вот всегда бы так а то бегать где-то там что-то искать ну-ка так попадаю пять минут на все дают что-то многовато пять минут или это не все видимо это видимо не все так ну понятно просто денежки дают но возможно конечно впоследствии это заложница кстати эмбер фокс это заложница из ground zero с которой мы спасли я кстати говоря думал что они просто как портрета они реально здесь ходят то есть их лица они реально тут ну то есть я думаю что они только как бы но нам на портретах а так здесь ходят вот такие обычные охранники нифига они тут реально все ходят прикольно круто так ну и давайте сюда сгоняем надеюсь здесь также будет все просто много километровая станция на воде сколько ж бабла было в бухано я на самом деле так то их и строят ну вообще нефтяные вышки в основном либо бурильные они ну наверное раз ну в раз десять больше чем вот одна такая и здесь приведенных конечно бывают стоящие из комплексов но я таких мало видел но примерно дата также вот на глубине где-то здесь 200 метров строит то есть вот эта колонна реально 200 метров под водой глубиной может быть чаще стараются конечно ну чаще как там где есть возможность бурить то там буря бурят но в основном чтобы глубина где-то была но от 80 до 200 метров то есть это это колоссальное вообще по колоссальное по масштабам и амбициям сооружения но они приносят прибыль вот ладно такие длинные дороги впервые же воде на воде не ну таких длинных то и вряд ли конечно существуют как бы я не знаю такие вряд ли существуют но несколько платформ вполне может быть в принципе почему нет просто суть в том а если два месторождения которые между собой там на расстоянии 300 метров или более то по-любому конечно тебе надо же как-то взаимодействовать между двумя станциями ну если конечно добыча занимается одна и та же компания что скорее всего именно так и будет так судя по всему 10 придется опять бегать как в прошлый раз ну скорее всего да иди не мешай так мы эти последние пошли там алмаз был не забыть его взять так Так, а где еще-то один? Последний остался. Ты лучше подскажи, где... А мишень-то? А то будет усы, босс. Не, ну реально, это издевательство. Тут как бы два варианта. Либо она заныкана специально, либо я ее просто пропустил где-то. Стоп. Нет. Мэтт визар нам тут не поможет никак. Ладно, гоу вниз. Да блин, да что за бред? Где? Как-то нелогично делать, если все мишени мы можем с этой смотровой площадки подстрелить и бац и делать одну где-то в жопе мира. Ну зачем так делать? Это баллон с газом. Нет, я и не вижу ее реально, не вижу. Может где-то сзади нас вообще она? Что-что? алмазик вообще хз где она может быть вообще без понятия последняя давайте еще разу так вперед баки не лезь неспроста такие учения надеюсь скоро гости нагрянут ронакс да ты прям это в граузе раз они нагрянули в итоге мы лишились лишились руки и мы считай сейчас с рога с рогами но у нас правда один роксю так ладно давайте по попробуем так точно сзади нету за какие то еще ладно погнали а здесь у а здесь смотрите здесь какая-то какой-то пока ты спуск возможно за ним то есть за стеной наверняка что-то будет хотелось бы в это верить в общем если останется до последней мишень значит она просто тупо заныкана она тупо спрятана так так одна была внизу вот здесь он может быть за поворотом нет не угадал вот где-то вот здесь по моему или мне кажется а что такой туман тут теперь 2 дачу блин неужели я так невнимательно играю а Мне кажется, последняя цель была на вышке самой высокой. Я понял, ты имеешь в виду про кран. Но я тоже об этом думал. Но что-то я так беглым взглядом посмотрел, я не нашел. Стоп. Где-то одна была вот справа. Я тоже ее пропустил. Мишень где-то наверху была. Я ее пробовал и пропустил. Ага, алмаз. А, вот же. Так, стоп. Я же ее уничтожал. Я же ее уничтожил. Сверху. Да, я точно помню, я стрелял по ней. А, там их три нара была. Вот и чего, хоть где она реально? Пацаны, вы тут мишень не видели? Вот и вон. Да. Да. Играет музыка Не знаю, надо смотреть, искать Я так не могу, я вообще не понимаю Скоро виднее будет Да я сомневаюсь, что Она где-то внизу, наверное Где-то внизу, вот там две были Вот здесь, справа, вот они были Значит, где-то внизу, возможно Непонятно Вот эти тогда две справа Не будем уничтожать Наверняка Потом, когда спустимся по лесу Там что-то будет Я просто их оставлю как маркер А то я забуду Где конкретно нам спускаться надо было Но зато алмазики пособирали Теперь будем знать, что на базе они есть А, вот четыре мишени, да, я Я ее не заметил, видимо Так Вот, осталось три Все правильно А, тут спуска нету Ну ладно Не знаю, по логике, наверное, здесь Хотя Какая тут логика Это просто мишень Не, ну что за бред, а? Ну вот нахрена это, нахрена это вообще так сделали Я не понимаю Как будто это прям задание, которое Что-то на корню поменяет Тупо деньги дадут Нафига вот прятать последнюю было Или я балбесина не вижу просто Она прям под носом У меня где-то находится Попробую в бинокль найти Так, а куда смотреть-то? Куда смотреть? Да нет, на крану ее нет Ее было бы видно Я тем более туда залезть не смогу Блин Может быть здесь где-то? Вдруг ее на снайперскую длину установили Специально видно ее с начальной точки Но это вполне возможно, да Потому что в игре есть такая фигня, как Этот Самый дальний выстрел в голову Чисто как Такой ачивмент наверняка Ну давай посмотрим Вот, кстати говоря, еще какая-то Обалдеть, я здесь столько раз бегал И все время нахожу И каждый раз нахожу эти Алмазы А, знаешь, может быть она на той базе? Не, ну это слишком далеко Хотя у нас есть снайперка, в принципе Блин, ребята, если кто знает Подскажите, где она Вообще, честно Неохота ее искать Прямо она не уперлась Ну я хз Понятия не имею, где она может быть Там я смотрел Если даже со снайперской позиции То это место мне недоступное По идее должно быть То есть я не смогу туда залезть Ну попасть физически Не хз вообще В гайде написано, что все они находятся В одной вертикальной области На первых, втором На первом, втором и третьем этажах Ну, ты понимаешь Ну, кстати, интересно Какие-то склады Это В гайде-то каком именно-то? Потому что тут Три таких места, где надо уничтожать Щитки Может быть это не про эту вышку У нас же У нас же три таких задания Про какое задание имеется в виду? Может быть тут про это написано Что все они находятся на трех точках На трех этажах Ну, блин, это Это и так мне понятно Нет, здесь Она специально где-то заныкана Либо я ее просто тупо в упор не вижу Я не понимаю, правда Надо на ютуб идти Просто смотреть и все Возможно Тридцать пятое, последнее Она где-то заныкана Просто спрятана Как ачивка То есть Надо Не щиток А знаешь, что Например Солдата Не знаю Солдата попасть ХЗ А, может быть между контейнерами она Хотя Да вряд ли нет Я там бегал Я бы увидел бы ее Возможно где-то внизу она То есть внизу на нижних этажах Да Ну просто странно Вот они делают Возможным Расстрелять Все Мишени С одной А, ты Просто слепой балбес Вот По-другому не назовешь Просто слепой балбес Просто слепой балбес Я ее не заметил Они сливаются С местной Так, ладно Отлично Деньги нафармили Ну кстати Деньги нам пригодятся Потому что нам Только Только одна винтовка В 160 тысяч Станет Это один апгрейд А нам их нужно будет Два То есть Это уже 300 с чем-то тысяч Это только одна Винтовка Не считая фултонов И прочего-прочего Просмотрел Сейчас я покажу тебе Сейчас я покажу Где она была Она Она была Просто очень хорошо Закамуфлирована Сейчас Поднимусь Покажу Ой, сейчас Винтовку заодно Достану А, я не могу Использовать здесь оружие Ну, летальное Вот, короче Смотри, она была Вот тут вот В самом далеке Но она как-то так Боком Что сливалась С оранжевыми перилами Она же сама же Серая Как вот эти вот Перекладины То есть Я ее просто не увидел Ну, я То есть Ну, реально Просто не заметил Так На погрузчик я не могу сесть Только для персонала Обученного Да Мы Мы на ней ездить Яна не умеем Хотя кто знает Может мы в прошлом На складе работали Так, ну ладно Раз мы все сделали Давайте попробуем Возможно Слот нам что-то скажет Либо какая-то плюха будет Бредовый Не только ты Один не заметил Ну, да Я говорю Она просто спрятана была Наверное Не знаю Это что-нибудь Тут машинки дают По базе кататься Пускай Пека катает Да лучше бы вообще На самом деле Мы сделали бы На катер сел И поплыл Или еще что-нибудь Не, ну Расстояние действительно Огромное Но это не просто так Скорее всего Это нам еще как-то Как-то это обыграется Скорее всего Конечно Что-то мы сегодня с вами Прям С побочными заданиями Перестарались Мне кажется Так Ну они издеваются Что-ли В общем давайте Его выполним Ну Попробуем выполнить Если не получится Так не получится И будем Не знаю Наверное Будем закругляться Скорее всего Кто проектировщик этой базы Руку Руку оторвать бы ему Да Он кстати На самом деле Реально Вот мог бы Вот этот комплекс Соединить Вон с тем Чтобы нам Не ездить Во вход Но может быть Просто пока еще Денег нету Но здесь Это не то что сложно Все Не то что все Бешеди Перестрелять Тут банально Сложно забраться На самый верх Непонятно Как это делать Так Мы тут Подымались Или Нет Вот здесь Вроде Ну что-то Мне подсказывает Что мы Вряд ли Осилим Вот эту Потому что Здесь надо Очень много Беготни Надо искать Вот этот комплекс Я знаю плохо Так Стоп В другую сторону Попробуем Алмазы Доп Доп Так То есть Нам как бы Намекают Идти туда Да Я так понимаю Кто знает Может и пройдем Ну да Судя по всему Нам надо просто Бежать Мы с дороги Потом Потренимся Пацан Так Господи Что это за За Порнография Стоп 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 Главное Не свалиться Так Смотрим Краны Вот этот Пролет Обязательно Смотрим В принципе Это очень Похоже Как в Assassin's Creed Так Так Внизу Да Так Пока Не будем Трогать Или Все Таки Блин Я даже Не знаю Куда Нам Ну Ну что Вообще Сюда Надо Идти В итоге Дальше Так Ту Я уничтожил Да Так Нет Давайте Мы Пойдем Дальше Так Внизу Нету Да Не вижу Я Две Минуты Осталось Да А Стоп Это Опять Наверх Но У нас Была Мишень Внизу То есть Нам Надо Вниз По Идеи Ну По Идеи Ити Здесь Жих Нету Да Их Здесь Вроде Бо Нет Ну Значит Вниз Да Надо Ити К Мишени А Нет Смотри Вон Она Блин Надо Сбегать Туда Посмотреть Так Внизу Нету Конечно Еще Одно Давай 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 Так Надо Запомнить Здесь Значит Три Так Алмаз Так Ну В общем Все равно Мы не Успеваем Сколько 22 Да Внизу Внизу Еще Одно Было Ладно Давайте На точку Задания Вернемся Мне казалось Нет Я же Его Брал Почему Мы Опять Его Взяли Да Вот Это Сложное Задание Ну Чисто Как Какое Фановое Оно Сложновато Конечно Так Все Делаем Ноги Так Стоп Блин А как Мы Спускались Нет По моему Там Что Да Блин Отсюда Шли Нет Нет Неправильно Вот Мы Отсюда Пошли Да Да Все правильно То есть Надо Из правильной Отформить Точки Идти Так А Под Платформами Могут Быть Так Давайте Это Тоже Зачистим Сзади Нас Еще Одна Была Мы Сейчас Просто Пробежимся Вот Эти Все Да 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 Это Я Зря Делаю Потому Что Конечно Я Потом Не Найду Какие Я Активировал Какие Нет Так Нет Там Ничего Нет В общем Понятно Здесь Надо Спускаться Все Время Все Ниже Ниже И Тогда Мы Все Соберем Но Надо Очень Внимательно Играть Да Ладно Фиг С этим Алмазом Обойдемся Без него Гоу Дальше Надеюсь Я ничего Не пропустил Видите У нас Уже 20 А Тогда Было 22 И Я Многие Не Взял Я Там Ну Достаточно Многие Реально Не Взял Так Жалко Будет Кажите Что Мы Пропустили Так Еще Десятка Блин И Две Минуты Так Стоп Да Блин Вот это Фейл Стоп 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 Не Сюда Да Что За Жесть Вообще Задание Жесть Так Откуда Я Начинал Да Вот Отсюда Все Правильно Ну Блин Не Успею Нет Неправильно Я Пошел Да Очень Жесткое Задание Ладно Ребят Короче Хватит Уже Вот этих Издевательств Давайте Мы Тогда Засейвимся И Будем Закругляться Тогда Ну Фиг Знает Где Ну В общем Надо Вниз Спускаться Да Не Пропуская Но Я Оступился И Просто Заблудился Я Не Помню Какой У нас Уровень Был То То Я Видимо С одного Уровня Попал На Другой И Не Мог Обратно Выбраться То Тут Понятно Они По Логике Уровня Нас Ведут То Все Время Куда Нам Или Последний Раз Нет Давайте Последний Раз Вот Сейчас Точно Последний Раз Давайте Дурацкие Задания Да Да Я Согласен Я Тоже Думаю Может Вне Вне Стрим Их Пройти Чтобы Были Потому Что Ну Мы Все Заканчиваем Я Поэтому Как Б Ну Ничего Интересного Явно Уже Уже Не Будет Поэтому Я Как Бы Решил Их Поиграть А так Задание Ну Такое Чисто Знаешь Очень В духе Assassin Creed Я могу Сказать Реально Очень В духе Что Это Vad А Что А А О А А Не А Итак О так а я наверх то могу подняться или все блин вот вы с жопы блин это бред почему не может здесь подтянуться попрыгнуть не может ладно короче все хватит почему она друзья да это по-любому готовишься плюсовую базу зон как пять обычных и 5 механических пальцев молда неспроста тут они спроста тут столько солдат на базе будет кому умирать но возможно да нет я не спорю что возможно облава какие-то будут все-таки базы это не просто как не просто как отвод глаз да там построит о построе это нет я думаю что здесь какие-то будут сюжетные задания с на с ней связаны кстати говоря кстати говоря насчет апгрейдов ой нет это пока даже можно не думать об этом специфика проще мы можем щит опнуть в общем это нет а во костюм можем на айс ладно давайте мы тогда под конец чем выучим до костюм так хотя на самом деле а вот смотрите да смотрите вот он появились новые чертежи раньше были только 3 левел а ну да ладно так щит на щитом принципе костюм не так важен потому что я играю по стелсу мы его оденем пусть будет так как делом блин моя посылка наверху но он замечательно потрясающе а эти миссии фармится бесконечно на миссиях или однократно появляются нет они появляются да вот насчет алмазов запомни здесь еще одно попробуем еще раз вызвать костюм пока я найду как туда добраться это вот это конечно круто придумала в том плане что ты себе доставляешь какие-то припасы еще что-то круто плохо что эти гаджеты по внешним виду никак не изменяются при апдейте не ну почему пистолет меняется почему у пистолета появляется дополнительный фонарь ты просто этого не видишь айдроид но не знаю может быть что-то добавляется о чем такой весь чё не такие ляхи накачанные стали опасный типом опасным я помню видел стримы где был костюм вообще из 3 снайк и таро у него просто одеты портянки и лямки и все а так весь голый торс это как это наверное но dlc какие-то да то есть надо покупать их еще что-то круто выглядит конечно но мне блин мне предыдущий больше нравился потому что там шарфик он такой эту каштеки ляхи блин он крутой культурист какой-то сейчас на кеп повнимательнее почитаю что этот костюм дает он нефикс внешне вообще не нравится какой-то культурист блин так включает себя обувь с амортизирующими подошвами которые полностью гасит звук шагов но это чит изготовлен но игровой чит то есть это не какой-то dlc изготовлен из-за высокопрочного аромидного волокна стойкого к различным поражающим фактором ну то есть у нас больше жизни броня в общем у нас хорошие при выполнении заданий пб побочные что это костюм не позволяет обнаружить вас с помощью очков ночного видения вот это интересно но судя по всему в любом случае надо это учить потому что ну учите носить потому что охранники могут сами его использовать видимо ну реально качок какой-то не одного конечно красиво выглядит броня туда-сюда красиво прорисовано кстати реально но это скорее всего моделька солида снэйка из первой части самый первый 98 года ну да 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 это это кстати говоря из дежавю и жми вы когда проходишь в ground zero а вот в дежавю и жми вы можно выполнить найти как же назывались логотипы игр серии если находишь восемь вот то тебе дают плюшку краски этот костюм после переносов я все сделал ну это как бы почему чит есть много способов уменьшить звук вот хоть бы даже нет нет понятно то есть вот пожалуйста я уже тихо хожу лишь я уже тихо хожу я просто к тому что ну он видимо уменьшает но незначительно мне все-таки хотелось бы стоп нет кстати а я может быть и смогу шарф то одеть вопрос мы когда миссию выходим я могу выбрать костюм шарфом или нет не наверное здесь это тоже самое можно сделать наверняка так прислать 1200 ну а давайте мы его сразу оденем в принципе бесплатно можем бесплатно одеть его когда выйдем на миссию но это ладно ну да уже на самом деле то таким и был в первой части его так специально сделали то есть очень много было интернет интернет мемов на этот счет то есть насчет текстуры солида снэйка прикольно еще дань уважения красивый конечно костюм но хотелось бы больше какого-нибудь ученики ляхи я реально огромная на качестве не понимаю как будто он туда чё-то напихал интересно дома в коробке переодеваться ну конечно конечно ладно друзья давайте давайте закругляться я думаю может быть еще завтра постримим следите за анонсами в общем чтобы не пропустить продолжим тогда выполнять основные задания у нас от их двое два задания осталось и не стоит забывать что когда мы прокачаем фултон мы выполним вот эти пункты которые у нас еще не сделаны пока мы физически этого сделать не можем у нас нету столько то есть надо по сюжету продвигаться чтобы у нас был к этом не помню какой level честно говоря 18 сейчас у нас 13 подразделение исследования 12 развитие базы то есть и 14 поддержка то есть дофига на самом деле дофига вот тыловая поддержка система фултон а вот обеспечение связи русские пушту понятно все друзья на этом наш стрим заканчивается спасибо большое за просмотр желаю вам хорошего продолжение вечера вот и в общем-то я думаю до завтра вот ну если не увидимся то желаю хорошего выходного дня следите за носами подписывайтесь на канал если понравился стрим следите за нашим пабликом вконтакте также можете посетить youtube канала вся информация под плеером внизу все друзья всем счастливо спокойной ночи увидимся в скором времени пока и 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